Зарисовка пятнадцатая. Происшествие в вечер пятницы. Приветствую вас, хорошие люди! Антон со своими байками по-прежнему с вами. Я по-прежнему работаю в нашем неадекватном заведении. Только сейчас, когда уже столько всего вам рассказал, у меня почему-то постепенно пропадает желание называть наше заведение неадекватным. Поначалу таковым оно мне и виделось, но сейчас что-то поменялось в моем восприятии, наверное. Я согласен с тем, что это место странное, необычное. Кто-то из моих знакомых назвал его параллельным. Слово сверхъестественное тоже подходит, так же, как и слово мистическое. Много можно подобрать эпитетов, но вот слово неадекватное сейчас мне кажется не самым подходящим. Нет, оно, естественно, будет подходящим для тех, кто столкнулся с нашим заведением впервые, но для меня уже нет. Почему? Наверное, потому что люди, да и не совсем люди, и не люди вовсе, которые здесь работают или регулярно приезжают, во многом проявляют себя гораздо более человечно, что ли, нежели те, с кем я пересекаюсь вне своей работы. Честно говоря, у меня такое впечатление, что здесь сконцентрировано что-то такое, что заставляет всех так поступать, правильно поступать, по-человечески, так, как мы забываем поступать в нашем повседневном круговороте. Здесь все вспоминают что-то давно утерянное или забытое, или заброшенное в самые дальние уголки души и ячейки памяти. То, что когда-то нам внушали в детстве, но во взрослой жизни мы это утратили. И даже утратили не само это, а скорее способность его проявить, применить, показать. Я думаю, что, переставая быть детьми, мы теряем что-то немаловажное в себе. Или даже скорее не теряем, а прячем, очень глубоко прячем, стесняясь проявить и боясь показать, боясь, что это примут за слабость. Так и ходим, не люди, а коконы. А здесь, видимо, есть в воздухе что-то такое, отчего этот кокон дает трещину, через которую то хорошее, что мы далеко спрятали, вдруг выходит наружу и считается не слабостью, а нормой. А может быть, это и есть неадекват? Скажете, чего это его на философию потянуло? Недавно произошло кое-что у нас такое, что заставило меня задуматься над всем этим. На каждого из нас иногда находят такие моменты откровенности. Я задумался о том, что мы постоянно мыслим стереотипами, даже мы, которые работают в таком месте, как наше. А то событие, о котором я вам сейчас хочу рассказать, показало, что полезно иногда расширять свое восприятие и отходить от стереотипов. Раз уж даже такие создания способны на, скажем так, нестандартные поступки, то людям есть чему поучиться и над чем задуматься. Но не буду дальше держать вас в неведении. Ловите следующую историю. Произошло все в позапрошлую пятницу. Вы же помните, надеюсь, какой постоянный гость к нам по пятницам является? Сидит всегда за самым дальним столиком и пиво попивает. Никто, естественно, не пытается пообщаться с ним. За все время это удалось лишь двоим – автостопщику Илье и нашему администратору Милене. Кстати, я хоть и не упоминал об Илье все это время, но это совершенно не означает, что он с тех пор у нас не появлялся. Заезжает иногда, полюбил он это место. Вот и вчера заскочил. Думал, что на пару часов, но решил задержаться на пару-тройку дней, чтобы отдохнуть и нормально отоспаться. Илюха решил махнуть по довольно длинному маршруту. А если попутчиков не случится? – спросил я. – Подожду, кто-нибудь да заскочит, с кем будет по пути. А договариваться я умею, ты же знаешь, – улыбнулся Илья. Вот в этом он прав. Он умеет разговаривать, а главное – слушать. Это подкупает. Умение слушать очень ценно, особенно сейчас, когда каждый поглощен исключительно своим, личным. Илья нашел подход и к Едвиге, причем настолько нашел, что она даже с красунами его познакомила, хотя вообще-то никого к ним не подпускает. Просто создания они очень уж неоднозначные. А Илюха и с ними поладил. Даже вчера они его на ужин к себе приглашали. Я в культурном шоке, граждане. А с детками Едвиге он даже в лесу играет во что-то, похожее на казаки-разбойники, хотя эти дети о такой игре и слыхом не слыхивали. В нее уже и мое поколение не играло, только от родителей и слышал. А детки в восторге. Сейчас как раз он вернулся после такой игры, смотался в душ, теперь вот сидит напротив меня, чай попивает, отдыхает. – Ох, и замотали они меня сегодня, – смеется Илья. – Чуть не по всему лесу бегали, аж ноги гудят, а детишкам хоть быхны. Взял паузу, а вечерком обещал им еще сыграть. Им, видишь ли, по темноте бегать по лесу нравится, а сегодня в особенности. – А что сегодня за день такой, – поинтересовался я. – Полнолуние, – улыбнулся Илья. – Милена и Стас тоже обещали поиграть с нами. Представь детишкам, какая веселуха будет. Он с такой радостью и даже нежностью про это рассказывал, а я, признаюсь, немного содрогнулся от его последней фразы про игры с этими детишками в полнолуние. Значит, они уже нашли общий язык с оборотнями. – Да-а-а, хорошие дети. – Антон, ну не делай такое лицо, – вдруг рассмеялся Илья. – Видел бы ты себя сейчас. – Ну да, они такие, но они все равно дети, всего лишь дети. Понимаю, их игры, как бы это правильнее выразиться, могут шокировать обывателя, но мы-то с тобой не обыватели, и мы знаем историю этих детишек. Тут главное – грамотно возглавить и направить. Одни они больше не остаются, а значит, для окружающих и для случайных прохожих опасности никакой не представляют. Я в очередной раз мысленно поразился тому, как Илья спокойно, терпеливо и рассудительно относится ко всему здесь происходящему. Даже опять засомневался, а человек ли он. Хотя уже давно выяснил, что он простой, самый обычный человек. Просто он очень хороший человек. Между тем день катился к вечеру. Илья ушел к себе в номер, чтобы, как он сам сказал, немного поспать перед ночными играми. Народу сегодня что-то совсем мало, занято всего три номера. Постояльцы проезжие, усталые, зашли в ресторан поужинать, да и разошлись по номерам спать, чтобы рано утром продолжить путь. Скуку неожиданно развеял Влад со своей компанией. Весело и шумно они ввалились в зал и, сдвинув несколько столиков, расположились у окна. С Владом была и Марта. Она так и не стала одеваться, подобно байкерам. Носила простые джинсы с блузкой в ярких цветах. Как она сама призналась, черный цвет не для нее. Честно, я радовался за Влада. Наконец-то отошел. Эта девочка просто вернула его к жизни. Она вообще обладала даром возвращать к жизни любого. Хорошо, что она встретилась на его пути. Я поймал себя на том, что глупо и счастливо улыбаюсь. Это я вспомнил ее картину, настроение, которое она для меня нарисовала. Вы знаете, когда мне бывает грустно или тревожно, достаточно взглянуть на этот рисунок, и все это куда-то одевается. Остается лишь радость. Ох, а вот это неожиданно. Эту походку ни с кем не спутать. В зале появилась Анфиса. Как всегда, правой ножкой пишет, левой дописывает. Хороша ведьма. Если б еще не злилась беспричинно, то вообще глаз не отвести. Но последнее время у нее постоянно какое-то неприятно озлобленное лицо с тех самых пор, как благополучно разрешилась история Милены и Стаса. Вот чего ей злиться, спрашивается. С Виктором у нее все отлично сложилось, сама признается. Неужели никак не может успокоиться, что ей месть не удалась? Да и месть сама так себе была, какая-то мелковатая для ведьмы. Вот она подошла. Сейчас, наверное, троллить меня начнет. Не может не зацепить. Однако я, похоже, ошибся. Выглядит эта ведьма озабоченной. — Привет, душа моя, — сказала Анфиса, присаживаясь напротив меня. — Кофе в этом чудном заведении наливают? — Звезда ты наша, естественно, — в тон ей отвечаю. — Ничего с момента твоего последнего посещения не изменилось. Лучший кофе на Эдай-дороге всегда для тебя. К моему удивлению, она молча кивнула и больше ничего не сказала. Странно. Я отвернулся и стал колдовать над кофе. И знаете, что еще было странным? Анфиса была одета во все черное. Никогда такого не видел. Она обычно очень ярко одевается. Я поставил перед ней чашку с дымящимся напитком. — А где твой благоверный? — Занят делами, — коротко ответила Анфиса. — А ты развеяться решила? — Ага, к матери заскочу ненадолго. В тот момент меня ничего не насторожило. Это позже я пойму, каким был невнимательным дураком. Анфиса ведь с матерью не очень. Вообще никогда к ней не заезжала. А тут вдруг решила. Но тогда, повторяю, меня ничего не насторожило. Я сейчас вот думаю, что, будь на моем месте Илья, он сразу бы почуял неладное. Он ведь умеет слушать. Да, мне многому еще нужно у него поучиться. За окном совершенно стемнело. Вылезла луна. Анфиса медленно допила третью по счету чашку кофе и, взглянув на часы, поднялась. — Ладно, Антоша, душа моя. Спасибо за кофе. Пойду, пожалуй. И направилась к выходу фирменной походочкой, провожаемая заинтересованными взглядами ребят-байкеров. Едва она скрылась из виду, как у стойки возник Илья. — Ух, Антон, классно я поспал. Если ты мне еще и кофейку покрепче организуешь, то вообще будет прекрасно. И можно еще какой-нибудь бутерброд? — Может, давай я свистну, чтобы тебе ужин принесли? — Нет, не нужно. На полный желудок бегать по лесу не вариант, — засмеялся он. — Вполне достаточно пока пары бутербродов, а к вечеру вернусь и поем нормально. Пока я готовил кофе, за столиком в углу, как всегда неожиданно и бесшумно, возник наш постоянный пятничный гость. — Пойду поздороваюсь, — сказал Илья, слезая с барного стула. Он подсел к нашему гостю, и у них явно завязалась какая-то тихая беседа. Вот уж воистину таланту Ильи. Я соорудил пару бутеров, сварил кофе, поставил все на поднос, заодно добавив туда же кружку любимого нашим гостем пива, и отнес к столику. Илья поблагодарил и с удовольствием приступил к трапезе. Наш гость кивнул капюшоном, и рукав его хламиды потянулся в кружке пива. Я вернулся к себе за стойку. Из дверей кухни вышла Людмила. — Антон, — прошептала она, — я сейчас котов кормила, так там, за забором, детский смех и возня. Эти дети, кого они здесь ждут? — Илюху, они там, в лесу, что-то вроде игры в зорницу ночью решили затеять. Сейчас позову его. Люда покачала головой и вернулась на кухню. Я подошел к столику. — Вы меня извините, пожалуйста. Как можно вежливее обратился я. Но Илью там дети ожидают. Илья вопросительно посмотрел на своего собеседника. Тот кивнул капюшоном, и Илья поднялся со стула. — Спасибо, Антоха. Ну все, пока-пока, я пошел. Утром вернусь, — сказал Илья, махнул всем рукой и вышел. — Если б я знал тогда, что его ждет. Время перевалило за полночь. Байкеры решили заночевать у нас, поэтому никуда не торопились. Пятничный гость тоже, похоже, никуда не спешил. Я уж было подумал, что больше никого ждать не придется, как вдруг в зал вошла Едвига. — Привет. Давно не заходила. Дай-ка мне, Антоша, винную карту. Решила я расслабиться маленько, пока за детишками есть кому присмотреть, — весело подмигнула она. — Ты одна? — Конечно. Разве ты видишь кого-то еще? — не поняла Едвига. — А Анфиса? Что, спать легла? — Возможно, и легла. Откуда ж мне знать-то? — В смысле откуда? Она же у тебя. — У меня? Антон, ты что, переработал сегодня? Когда это она последний раз ко мне заходила? Я что-то даже не припомню такого. Я почувствовал, как по моей спине пробежали неприятные мурашки. Будто должно случиться что-то неладное. — Погоди, Едвига. Анфиса вечером заходила сюда, кофе выпила и сказала, что к тебе в гости приехала. Часа два назад ушла. Глаза Едвиги потемнели. Нет, даже не потемнели. Они стали абсолютно черными, без единого отблеска. Лицо заострилось, стало тревожным и злым. — Глупая, неуправляемая дура! Что же она затеяла? О, черт, лишь бы не натворила бед! Едвига бросилась к выходу, я за ней. Но далеко убежать мы не успели. За забором раздался детский плач, беспорядочные детские голоса и рычания. Мы выскочили за калитку. Зрелище, представшее нам, заставило меня содрогнуться. Посреди группы рыдающих детей я увидел двух огромных волков, на спине одного из которых лежал Илья. Из груди Ильи торчала рукоять стилета. — Это она его убила! — рыдали дети. — Она выскочила и хотела убить их, а убила Илью. Он загородил их! Я подхватил Илью на руки и понес в дом. Похоже, что помощь ему не понадобится. Едвига приказала детям оставаться за забором. Волки, естественно, тоже не решились зайти на территорию. Я положил Илью на диван в холле. Из ресторана выбежали байкеры. Едвига подошла поближе. Маринка бегала вокруг. — Я сейчас скорую вызову! — кричала она. — Не нужно! — тихо ответила Едвига. — Ему уже не помочь. Я сел на пол рядом с Ильей и разрыдался. О том, что же произошло в лесу, позже рассказали дети. Илья действительно устроил что-то наподобие игры в казаки-разбойники. Все разделились на две команды. Оборотни отошли по одному в каждую из команд, так было справедливо. Илья попал в одну команду с Миленой. Игра проходила весело и интересно, благо прятаться в лесу, тем более ночью, одно удовольствие. Те, кого поймали, должны были дожидаться возле дома Едвиги. Ничего не предвещало беды. Как потом оказалось, Анфиса все время следила за ними, подстерегая оборотней. Она, похоже, и правда не могла успокоиться из-за своей неудавшейся месте. Поэтому и оделась так практично во все черное, чтобы легче спрятаться в ночном лесу. Понятное дело, что пока по лесу моталась целая орава, она не показывалась. Но как только большинство оказались пойманными, Анфиса покинула убежище и начала свою личную охоту. Ей было безразлично, с кого начать. Она решила избавиться от обоих, и Милена оказалась первой, на кого она наткнулась. Милена, Илья и трое детей стояли на поляне, разрабатывая стратегию дальнейшего поиска оставшихся непойманными игроков другой команды. Они радостно шептались, дети кивнули и уже отошли в сторону, собираясь пойти в заданном направлении, как вдруг из-за деревьев вышла Анфиса, держа в руке серебряный лет. — Ну что, дорогая, — сказала она злобно, — я тебя предупреждала, что рано торжествовать. Считай, что расплата пришла. Я не позволю вам обоим жить. Я отомщу за него. — Нет, — вдруг твердо заявил Илья, — ты ничего не сделаешь. — Ошибаешься, — рассмеялась Анфиса. — Ты не в силах меня остановить. Ты всего лишь человек. Дети, услышав это, в ужасе обернулись. Они не успели понять, что происходит, как Анфиса метнула стилет в Милену. Но неожиданно Илья молниеносно бросился на перерез, пытаясь перехватить ее руку. Анфиса отпрянула и скрылась в чаще. Дети подбежали поближе. Милена была цела. На земле лежал Илья, и с груди его торчала рукоять кинжала. Милена быстро взвалила Илью себе на спину и понеслась к отелю. И вот теперь все кончено. Я сидела на полу, рядом с лежащим на диване Ильей. Слезы душили меня. Едвига стояла рядом, крепко обхватив руками свои плечи. Лицо ее было злым, нос и скулы заострились так, что о них можно было порезаться. — Ей не сойдет это с рук, — прошипела она. На этот раз она перешла черту. Внезапно повисла тишина. Какая-то необычная, вязкая, тяжелая. Я поднял голову. Все находящиеся в холле раступились. Даже едвига отошла на несколько шагов. К дивану приближался он, наш пятничный гость. — Отойди, — раздался хриплый шепот из-под капюшона. Не в силах подняться, я, кажется, просто отполз в сторону. Он подошел к телу Ильи, склонился над ним и шумно выдохнул. Затем произошло нечто невероятное. Из капюшона заструился какой-то синий дым, обволакивающий Илью. Дым становился все гуще, пока совершенно не скрыл его от нас. Когда дым рассеялся, я оторопел настолько, что не смог сдвинуться с места. Нашего гостя не было. На диване лежал и оглядывал всех нас, ничего не понимающий Илья. На его груди не осталось и следа от страшного удара кинжалом. Кинжал валялся рядом, на полу. Я подскочил к Илье и начал ощупывать место ранения. Ничего не было. — Антон, прекрати! — засмеялся Илья. — Мне щекотно. Он сел на диване и огляделся вокруг. Все присутствующие смотрели на него во все глаза, не в силах произнести ни слова. — А почему вы все тут? И что вы так на меня все смотрите? И как я вообще попал сюда? — Ты ничего не помнишь? — спросила Едвига. — Помню, как Анфиса хотела заколоть Милену, я попытался перехватить нож, и все. Потом будто темнота. Ничего не помню. Едвига резко развернулась и вышла на улицу. Через некоторое время раздался радостный крик детей и волчий рык. Похоже, она сообщила, что Илья жив. А он тем временем поднялся с дивана, походил, как бы разминая затекшие ноги. Потом взглянул на наши изумленные лица и сказал. — А можно попросить поесть? Я что-то так проголодался! — раздался дружный смех. Я встал, вытер остатки слез и пошел в бар. Примерно через полчаса, когда Люда принесла Илье ужин, я объявил всем, что неплохо бы отметить его возвращение и что всем напитки за счет заведения. Илья сидел напротив меня и с аппетитом уплетал за обе щеки. Скажу честно, эта картина вызвала во мне просто дикое умиление. Никогда еще я такого не испытывал. И еще было чувство. А не приснилось ли мне все? — Слушай, Илья, — спросил я, когда он закончил трапезу, и мы сидели, подтягивая коньяк. — Ты же лучше других знаешь его. Он, получается, может не только забирать, но и возвращать. — У него есть такая возможность, — кивнул Илья. — Но только он никогда этого не делал. Понимаешь? Вернуть — значит нарушить порядок. И я, Антоха, хоть убей, не понимаю, почему он решил вернуть меня. Маленького, заурядного, никому неизвестного человека, ведь в мире столько достойных. А вот я, кажется, понял. Никакой Илья не маленький, заурядный, никому неизвестный человек. Илья — человек. Настоящий. И он это почувствовал. И именно поэтому он поступил так, отойдя от правил и стереотипов, нарушив сложившийся веками и возведенный в степень бесконечности порядок. А что касается Анфисы, вы знаете, у меня никогда не возникало даже мысли о том, чтобы мстить женщине или объявлять ей войну, но, возможно, пора и мне отступить от стереотипов. Продолжение следует...